Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Аминь. Искворение святителя Анна Златоуста. Ныне, когда по благодати Божией состояние веры возвысилось, и по словам блаженного Павла уже проходит образ мира сего, мы должны оставлять память по себе добрыми делами, чтобы и после отшествия нашего отсюда превосходство нашей добродетельной жизни было напоминанием и назиданием для взирающих на нас. Добродетельные и соблюдающие целомудрие не только в здешней жизни могут приносить весьма великую пользу взирающим на них, но и по окончании ее. Чтобы убедиться в этом, посмотри, сколько веков прошло до настоящего времени, и мы всякий раз, как скоро, хотим возбудить в ком-либо ревность к целомудрию, представляем в пример благообразного, прекрасного, юного Иосифа, в самом цветущем возрасте, показавшего такую твердость в сохранении целомудрия, и таким образом стараемся побудить слушателей подражанию этому праведнику. Можно ли, скажи мне, довольно надевиться этому блаженному мужу, который, находясь в рабстве в самом цветущем возрасте, когда наиболее воспламеняется огонь пожеланий, и в виде госпожу на него нападающего неистовости, страсти, показал такое мужество и так твердо решился на подвиг целомудрия, что убежал от невоздержанной женщины, лишившей своих одежд, но сохранив зато одежду целомудрия. И видно было здесь нечто новое и необычайное. Агнец пал в когти волка, или лучше сказать, львицы, и возмог спастись от нее. И как если бы голубь и сбег погибели от ястреба, так праведник вырвался из рук той женщины. Не столько удивительно, мне кажется, то, что три отрока Вавилонской пищи явились победителями огня, и что тела их немало не пострадали. Сколько дивно и необычайно то, что этот праведник, вверженный в печь более страшную, чем Вавилонская, я говорю о непотребстве египтянки, остался неприкосновенным и вышел из нее, сохранив чистую одежду целомудрия. Впрочем, и не удивляйся, возлюбленный, так как он своей стороны употребил на то все силы, то имел и свыше помощь, которая содействовала ему, гашала то пламя, и среди пищи даровал ему росу от Духа Святого. Видите, как люди добродетельные здесь находясь, и по представлению отсюда, бывают для нас примерами, к пользе нашей. Теперь мы для того и привели в пример этого праведника Иосифа, чтобы все последовали ему. И так будем все соревновать ему, станем выше чувственных обольщений, и зная, что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего. Будем так и вооружать себя. Представляя себе, что мы, облеченные телом, вынужденные бываем бороться с силами бестелесными, будем ограждать себя оружием духовным. Так как мы облечены плотью, но имеем брань с силами невидимыми, то человеколюбец Господь уготовил для нас и оружие невидимое. Чтобы силу этого оружия мы могли преодолевать естество противоборников наших. И так, уповая на силу этого оружия, будем из своей стороны употреблять все, что нужно. Тогда будем в состоянии, ограждаясь этим духовным всеоружием, поразить самое лицо дьявола. Он не может сносить молнии, исходящие от такого оружия, и хотя бы усиливался противостать ему, тотчас ослепляется его зрение. Благодать же Духа не спосылается в обилии там, где соединяются целомудрие, честность и другие добродетели. Потому и Павел говорил, мир имейте со всеми и святость. И так увещевая, будем очищать совесть нашу и разум, чтобы, освободившись от всякой нечистой мысли, нам привлечь на себя благодать Духа, победить козни дьявола и удостоиться наслаждения вечных, неизвреченных благ, которых досподобимся всеми благодатью человека, любим Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу со Святым Духом слава ныне и пресна, и во веки веков. Аминь. Аминь.